Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 7 октября, день Феклы, назван в честь святой первомученицы, равноапостольной Феклы. Ей было 18 лет, из рода знатного и славного. Была обручена знатным и красивым юношам в городе. Апостол Павел сказал ей, что отраковица, хранящая ради любви ко Христу свое девство, подобно ангелам, она невеста Христу, а Христос есть ее жених, вводящий ее в чертог свой небесный. Фекла отказалась от жениха. Ее попытались обесчестить, но по ее молитве скала раступилась и поглотила ее. В народе этот день называют днем Феклы-заревницы. И все потому, что сегодня начинают выжигать сорную траву, отчего зори становятся багряными. Крестьяне сейчас топили печь для просушки снопу. Сушить хлеб дело сложное и им занимались самые опытные мужчины. Затем начинали молотить хлеб. И начинали это делать с зажинного, то есть первого снопа, который летом после уборки урожая ставили в углу избы. Из него выпекали хлеб, который делили на всех членов семьи. Полагали, что так все члены семьи приобщаются к священной пище, которая дает достаток и благополучие. Сегодня молодые девушки гадали на свое будущее. Ночью в открытое окно просовывали руку с пирожком. Если его никто не заберет, весь следующий год будешь в девках ходить. Если пирожок возьмет холодная рука, брак будет плохим. Теплая и мягкая ладонь предвещает удачное замужество. Также верили, что фекла способствует счастливому браку, а поэтому частенько на сегодня назначали свадьбы. Сегодня отправлялись на последний сбор грибов-боровиков в этом году. Обязательно осеняли себя крестным знамением, так как верили, что с приходом холодов нечистая сила беснуется и леший может утащить в лес. Детям ходить за грибами запрещалось. Приметы. Сегодня обязательно пряли, чтобы была удача в домашних делах. Сегодняшний гром предвещает мягкую зиму. Если солнце сегодня светит ярко и восходит быстро к перемене погоды. И те продукты. Самое интересное, знаете, что вообще у нас произошло сейчас с продуктами. Для жизнедеятельности нам нужны определенные продукты, особо не видоизмененные. Но продукты несут вкусовые ощущения и, как бы сказать, можно с помощью продуктов себя разбаловать. И поэтому сейчас кулинария, сейчас пищевая промышленность пошла по пути, он говорит, вот потакание извращенным вкусом человека. Вафли вы там ели, пирожные ели, кофе там пьете с сахаром и так далее, так далее. И что получается? Ну как вафли? Это было страшно сказать, в каком году. А вы что, не ели вафли в детстве? Ел. А печенье? И печенье, да, ел. А сейчас стараюсь как можно реже, только при большой необходимости съесть. А вы какие в детстве любили, вообще что вы любили в детстве из еды? У вас были какие-то капризы или отдельные вкусы? Детство было, конечно, не такое богатое, как сейчас, поэтому семья рабочая была и в основном это, ну что ли, любили там картошку, селедку действительно, вот такое мясо изредка там было. А, ну это хорошо, кстати, что мясо изредка было. Так вот Хей, как он говорит, он с 25 килограмм поправился не до 60, а до 80 и стал себя чувствовать свежее работоспособнее, чем в молодости. Вот что значит правильное питание. Он полностью выздоровел, хотя медицинские светила его времени считали, что он обречен на верную смерть. Впоследствии Хей, с помощью разработанной им методики питания на основе диеты, их он закутал, ну и привлечением других основательных средств, лечил тысячи тяжело больных людей самых различных болезней. Так, хочу показать, как это выглядит. Ну прекрасный, как раз таким. Ну мы в демонстрационном виде делали, да, мы сегодня-то и съедим, а так их можно как пельмени наделать, наделать и на какой-нибудь, допустим, там праздник детский. Да даже на взрослые, я вам скажу, что вот в случае, допустим, моего дня рождения у меня такой десерт, я считаю, что я правильно живу. Кстати, Танюшу мы поздравляем с днём рождения, она ведь стоит за кухонным столом, но тем не менее мы... Спасибо большое! И с удовольствием съедим её. А попробуйте сладкую. Какая сладкая? А вот с мёдом. Ага, с мёдом. Да, да, да. Кстати, она и с мёдом, и без мёда будет немножечко сладенькая. Сладенькая, да? Я очень рада, что я провожу этот день с вами, друзья, честное, взрослое слово. Ну как? Отлично. Может, постоять ещё надо им чуть-чуть в холоде? Пускай немножечко постоит. Питаются, да? Постоит, да, впитается, сок слекольный ещё подсохнет и будет вообще великолепно. Итак, мы с вами разобрали питание хунзакутов, немножечко разобрали, что его надо применять в своей практике и те люди, которые действительно его применяют, могут жить не отдельной семьей, а целым временем, без болезней, долго и хорошо. Чего и мы вам желаем. Девятые лунные сутки. Как правило, после энергетически благоприятных суток следуют сутки с неблагоприятной энергетикой. Это хорошо иллюстрирует прямой. Волна вперёд, а потом откат назад. Всё это естественно и понятно. Что касается сегодняшней энергетики, то она вызывает в сознании обольщение и заблуждение. Могут сниться кошмарные сны. Чтобы успешно противостоять этому, почитайте «Жития святых» или какие-то другие возвышающие книги. Там очень много информации по преодолению обольщений и заблуждений. Не рекомендуется сегодня рассматривать себя в зеркало, а тем более его разбивать. В питании постарайтесь обойтись без излишеств. Это касается животной пищи и спиртного. Полезно позаниматься силовыми упражнениями, чтобы вытеснить дурные мысли. Десятые лунные сутки. Так уж принято считать, что в эти лунные сутки устанавливается причинно-следственная, то есть кармическая связь между миром живущих людей и их предков вновь. В целом этот день весьма благоприятен для укрепления родовых традиций. Поэтому соберитесь с широким семейным кругом, за хорошо накрытым столом и в веселой беседе повспоминайте своих ушедших родственников. Ведь память о них самая лучшая, что вы можете для них сделать. Дети, внуки, видя такое отношение, будут более уважительно относиться к вам и поймут, что такое родовая традиция. Постарайтесь в этот день меньше работать и физически трудиться. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить, бесплатно, мою авторскую библиотеку на сайте Малаха Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok